Я заказал там тот же усилитель, что и на маленькой колонке, и решил попробовать хотя бы на коленке собрать. И блин, он долбит просто вообще бомбезно. Да, некоторые частоты срезаны. Это безусловно, то есть это по факту там монитор, студийный монитор, это Yamaha вроде как. И для него нужен быть хороший усилитель. Но для этой колонки, во-первых, ремонт стоит столько, сколько стоит эта пара колонок. Поэтому я его два раза отвозил в авторизированный центр Yamaha, и как-то ну прям они отказывались. Ну и сам усилитель будет стоить на эту мощность, якобы который и раскачает, ну в районе 7-8 тысяч. 200 рублей. Вырезаешь все предусилители, оставляешь голые динамики и засовываешь этот Bluetooth усилитель туда. Для мастерской еще вот, вот помните та маленькая колонка? Это был там дерьмовый уровень, да? Это, ну дерьмовый уровень гораздо выше. Но она будет разрывать мастерскую по факту. И раскачивает, я думаю, что ухом не замерить, что в принципе в комнате слишком громко. И находиться уже даже не особо приятно, если выкрутить на максимум. Регулятор я решил убрать вовнутрь и выкрутить его на максимум, потом просто уже регулировать на телефоне, когда подключаешь Bluetooth. Потому что, ну, лишние отверстия сверлить так же самой колонке не хотелось. И не забываем ставить лайки. И, кстати, все. Все компоненты, которые я использовал, ну, а компоненты, компонент один, а также дополнительные еще прикольные фишки с Алиэкспресс по довольно низкой цене вы можете найти в моем описании и там все купить. Субтитры сделал DimaTorzok И комментируйте, ребят, комментируйте. Это самое главное для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напишите свой отзыв, да, напишите, что бы вы сделали иначе, может быть, совсем какое-нибудь говно можете написать. Вы писали, что в предыдущем видео про колонку, что, типа, просто было бы проще сделать в самой колонке. Вот я решил сделать усилитель в саму колонку, а не делать для нее свой, типа, якобы, хендмейд корпус. Смотрите вот эти два стареньких видео обязательно, ставьте лайки и пока!